Здравствуйте! Я рада приветствовать вас в Доме Знаний. С темой приема письменного умножения в пределах 1000 вы познакомились в ходе просмотра видеоурока на сайте Дома Знаний. На уроке учились выполнять письменное умножение на однозначное число в пределах 1000. После просмотра видеоурока нам поступили вопросы, на которые я отвечу в ходе вебинара. Как выполнять письменное умножение на однозначное число в пределах 1000? В первую очередь вам нужно знать, что каждая цифра в записи многозначного числа занимает определенное место – позицию. Место или позицию в записи числа, на котором стоит цифра, называют разрядом. Единицы, десятки, сотни, тысячи, иначе еще их называют разрядными единицами. Единицы называют единицами первого разряда. Десятки называют единицами второго разряда. Сотни называют единицами третьего разряда. и т.д. Умножение – это арифметическое действие, в котором первое число повторяется в качестве слагаемого столько раз, сколько показывает второе число. Если устно выполнить умножение трудно, то его выполняют, используя письменные приемы. Рассмотрим пример. 431 умножить на 2. Воспользуемся распределительным свойством умножения. Представим первый множитель в виде суммы разрядных слагаемых – 400 плюс 30 плюс 1. Каждая слагаемая умножим на второй множитель, и все произведения сложим. Результат 862. Обратите внимание, запись получилась громоздкая. Гораздо удобнее записать решение столбиком. Рассмотрим пример. 254 умножить на 3. Пишем однозначное число под единицами многозначного. Умножаем 3 последовательно на все разряды первого множителя. Умножаем на 1. 4 умножить на 3 – 12. 2 пишем под единицами. А 1 десяток запоминаем. Для того, чтобы не забыть, пишем над десятками. Умножаем теперь десятки. 5 десятков умножить на 3 – получится 15 десятков. 6 десятков пишем под десятками, а 1 сотню запоминаем. Теперь умножаем на сотни. 2 сотни умножить на 3 – получится 6 сотен. Плюс еще одна сотня, которую запоминали. 7 сотен. Ответ запишем под сотнями. В результате получаем 762. Вывод. При умножении трехзначного числа на однозначное столбиком второй множитель надо записывать под единицами первого множителя. Черта заменяет знак «равно». Начинать умножение надо с единиц, потом умножать десятки и в конце сотни. Посмотрите, три ученика решали один и тот же пример, но у них получились в результате разные ответы. Давайте разберемся, почему и кто из них решил примеры правильно. 348 умножить на 4. Первый ученик получил ответ 782. Даже прикидкой можно понять, что ответ неверный. 4 раза по 300 – это уже 1200. Записан пример правильно. Теперь надо умножить 4. Надо 4 умножать последовательно на все разряды первого множителя. Он верно умножает 4 на 8. Получает 32. 2 записал под единицами, 3 десятка нужно запомнить. Теперь надо 4 умножить на 4. А первый мальчик складывает эти числа и получает 8 вместо 16. Снова забывает умножить 3 на 4. И просто складывает эти числа. Получает в итоге 7. Первый ученик с заданием не справился. Умножать в столбик не умеет. Второй ученик получил ответ 1242. Проверим. Пример записан правильно. Он верно умножает 8 на 4. Получает 32. 2 записал под единицами, 3 десятка нужно запомнить. Он не умножает 4 на 4, а просто переписывает 4 в результат. Потом 3 умножает на 4. Получает 12 сотен. Он забыл прибавить одну сотню, которую нужно было запомнить. Он допустил ошибки и, значит, с заданием не справился. Третий ученик получил ответ 1392. Проверим. Пример записан правильно. При умножении 8 на 4 получил 32. 2 единицы записал под единицами, 3 десятка запомнил. При умножении 4 десятков на 4 получил 16 десятков. Добавил еще 3 десятка, получил 19 десятков. 9 десятков записал под десятками, 1 сотню запомнил. И при умножении 3 на 4, 3 сотен на 4 получил 12 сотен и добавил 1 сотню, которую запомнил. Ответ верный. Ответ верный. Третий ученик с заданием справился. Ответ 1392. Уверена, у вас тоже получилось решить пример без ошибок. Выполним следующее задание. Выполним следующее задание. Рассмотрите примеры. Выделите ячейки с примерами, которые удобнее решать в столбик. Проверьте, справились ли вы с заданием. 4 ячейки с примерами остались невыделенными, потому что их можно вычислить устно. Найдем значение этих выражений. 403 умножить на 2 получится 806. 600 умножить на 4 получится 2400. 500 умножить на 5 получится 2500. 310 умножить на 3 получится 930. Надеюсь, вы будете теперь контролировать пошагово правильность применения алгоритмов арифметических действий при письменных вычислениях. Рада нашей встрече! Увидимся на следующем вебинаре на платформе Дома знаний. Продолжение следует...